Всем привет! Это Анка-путешественница и я нахожусь в аэропорту Заватнос, в Ереване, столице Армении. Я собираюсь лететь в Лондон с, не побоюсь этого слова, российским паспортом. Я получила визу до 24 февраля и вот это первый вылет из страны после этого. Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, что мне можно пожелать удачи, потому что мне кажется, что я лечу на встречу приключения. В Армении, как видно, все обошлось без приключений. Поэтому я могу вам показать сначала небо над Арменией, потом небо над Британией. Приземляемся в аэропорт Лутон. Прилетели в Лондон. Из Армении меня отпустили, как и следовало ожидать. Посмотрим, что скажут здесь. Представляете, вообще ничего страшного не произошло. Просто спросили, с какой целью приехала, взяли отпечатки пальцев и все. Кажется, я спокойно могу наслаждаться своей поездкой. Кстати, должна вам рассказать, что прилетела в Лондон в командировку Business Trip на очень большое, грандиозное даже мероприятие в сфере гемблинга. Но представлять мы будем наш криптопроект, потому что, наверное, все уже знают, что я работаю в криптовалюте, в криптоиндустрии. Наш проект называется Fast Token. И если вы тоже хотите знать больше об успешном криптопроекте, то я оставлю ссылку на наш телеграм-канал в описании. И, конечно, покажу вам само мероприятие в Лондоне. Кстати, оно называется Ice London. И компания, проектом которой является наш продукт, называется Bad Construct. И это одна из самых крупных IT-компаний в Армении. В ней работают 6000 сотрудников, а в Лондон летело приблизительно 300 человек. Компания арендовала отдельный самолет, и у нас был чартерный рейс из Еревана в Лондон. Обычно прямых рейсов из Еревана в Лондон не бывает. А мы летели 5 часов, но без транзита. Поэтому не так устали. И еще было очень приятно, что далеко-далеко от дома, где-то за 3-9 земель в Лондоне, нас встречали брендированные автобусы, на которых было написано Bad Construct, название нашей компании. Эти же автобусы везли нас на мероприятие и обратно с нашего отеля. А вот, кстати, и он. Отель находится в самом центре Лондона, в районе Кенсингтон. И немного отелей, которые могут вместить сразу столько человека. Мы хотели оставаться именно в одном месте. Поэтому выбор у нас был небольшой. И посмотрим номер. Такая большая двухспальная кровать. Гардероб. А тут холодильник, телевизор. Ну, такой себе телевизор. Место для чемодана. Так, кресло. Рабочий стол. Такой столик для кофе-чая. Сам кофе-чай. Чайничек. Фен. Опять. Ян. Светеринки. Подушки. По две. Четыре всего подушки. Посмотрим, какой у нас вид. Мне кажется, ужасный. О, что это? Что это за вид? Лучше спрячем его. В общем, ужасно. Но так комната сама по себе ничего. Для Лонны насойдет. Вот, кстати, мое платьице от Other Mood. Свободненькое, очень удобненькое и очень прикольненькое. Жилетиком. И мы перемещаемся в Ереван в шоурум бренда Other Mood, где я хочу показать вам красивые креативные модели. И хочу рассказать о плюшке. Мы вместе с брендом Other Mood приготовили для вас сюрприз. Вы можете воспользоваться промокодом ANKOTRAVEL и получить 10% скидку. Промокод действует в этом шоуруме и на сайте бренда. Заказать эту красоту можно из любой страны, независимо от того, где вы живете. Потому что у них есть доставка по всему миру. Промокод будет в силе ровно один месяц, поэтому не теряйте времени. И сразу после просмотра этого ролика переходите по ссылке, она будет в описании, и выбирайте себе подарочек. Плюшек в этом видео будет много, поэтому досматривайте обязательно видео до конца. А вообще, если вы на меня еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, потому что на моем канале всегда много плюшек и интересных розыгрышей с интересными хорошими подарками. Поэтому подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну что, летим обратно в Лондон? Покажу вам остальную часть номера. Полетели? Посмотрим дальше. И показываю вам ванну. Мы уже тут 2-3 дня пожили. Ванная мне не особо понравилась, не особо качественная. Здесь были полотенца, а не было халатов. Были в шампуне гель для душа, это я. Но я все равно пользуюсь своими. Вот от компании Бонатур, бессульфатный шампунь. Всю свою косметику привезла с собой. Мыло натуральное. Об этой косметике я еще расскажу вам. Есть сюрпризик. Наступило очередное утро, и мы идем завтракать. Хотите, я угадаю, что будет на завтрак? А я могу, потому что в этой гостинице, как и во всех других, в которых я была в Лондоне, всегда на завтрак тот самый английский завтрак. Я от него за время, проводимое в Лондоне, так устаю, что потом долго-долго не могу есть то, что туда входит. И, как вы знаете, это бекон, сыр, жареные сосиски, свиные, кстати, жареный бекон, яйца с мяткой глазунья, жареные помидоры и картофельные оладьи, грибы и фасоль. Дальше идут йогурты и фрукты, нарезанные апельсины, ананасы, дыня и немного винограда. Круассаны в основном с сыром, дениши и все такое сладкое на слоеном тесте. Тостер и сам хлеб, кексы, масло, всякие джемы, нутелла, мед. Здесь вот такая вот часть. А дальше сливки, чай, кофе и подходим к молоку и хлопьем. Ну что, приятного аппетита! И хочу сказать пару слов о своей косметике, с которой я просыпаюсь и засыпаю. Это косметика от армянской компании Бенатур, натуральная косметика, которой я не хочу себя лишать даже в путешествиях, и поэтому беру все с собой. Это, например, бальзам для кожи вокруг глаз, скраб для лица, и молочко для чистки, крем, шампунь без сульфатов, скраб для тела, и крем для тела. И мыло с эффектом шелка для лица и тела. Не хочу просто так хвалить, лучше один раз воспользоваться и самим убедиться. И когда будете покупать эту косметику, неважно, через соцсети или в магазине, то можете сказать мой промокод Anka Travel и получите десятипроцентную скидку. Я этот промокод еще раз отмечу в описании. Вспомните, напишите ему в соцсетях, и, конечно, я буду ждать благодарности. Не буду говорить, не стоит благодарить, я буду ждать этой благодарности. Я уверена, что она вам понравится. А теперь я вам покажу мероприятие, ради которого мы прилетели в Лондон. Помещение, в котором проходит мероприятие, называется Excel London. Занимает оно 400 тысяч квадратных метров. Поэтому, конечно же, все мероприятие я вам не смогу показать, но часть обещаю. Ice London это прежде всего шоу. Обстановка и декор дают ощущение, что вы в лас-выгасе. Инноваций здесь, конечно, тоже хватает. Все компании хотят показать, что они успели сделать за целый год с прошлого мероприятия. Прикольненькая собачка, но, честно говоря, не знаю, какая связь у нее с гемблингом. А это робот-крупье. Чтобы никто не сомневался в честности. Кстати, продукт одного из проектов нашей компании Grid Rooms. По-моему, это успешное заменение человека технологией. И, конечно, везде царила позитивная энергия. А теперь поехали по достопримечательностям. Я пришла в парк Гримвича, который является одной из самых больших зеленых зон в Лондоне, из которого открывается вот такой вот вид. Сзади меня находится Королевская обсерватория, прямо по двору которой проходит Гримвичский меридиан. Именно он делит нашу землю на западное и восточное полушария. И здесь мы как раз хорошо видим, как в Лондоне переплетается старое и новое. Близи Национальный морской музей и Квинс Хаус, а уже дальше небоскребы делового Лондона. Услышала музыку в одном из зданий Национального морского музея и решила поделиться с вами. Обычный день в морском музее. А это Кхат и Сарк Корабль-музей. Он самый известный, единственно сохранившийся, быстрый, трехмашетовый клипер, который известен тем, что в основном перевозил чай когда-то давным-давно. И от него открывается вот такой красивый вид на Темзу и уже современные корабли. А теперь поехали на Тауэр-бридж. Тауэрский мост. Это одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Все знают, как он выглядит, а я покажу, какой с него открывается вид. Это деловая часть Лондона. По правую сторону от Тауэр-бридж находится замок Тауэра 11 века. Сам мост 19 века. И тут же совсем близко находятся небоскребы, которые были построены вот совсем недавно. И вот совсем-совсем недалеко от Тауэр-бридж вот такой вот уединенный дворик, где нет людей, нет шума, гамма, и можно просто посидеть в кафешке рядом с фонтаном. И хочу еще показать London City Hall. Это необычное здание в форме разрезанного яйца. Оно служит резиденцией администрации Большого Лондона, что-то типа нашей Мэрид, как я понимаю. Оно находится именно в деловом квартале, недалеко от Тауэр-бридж. И еще надо отметить, что в Лондоне нужно смотреть внимательно по сторонам, потому что в каждом здании может быть сюрприз. И следующий пункт назначения Британский музей. Нам говорили, что здесь длинная очередь, но что такая, я не представляла. Хочу поделиться лайфхатом, как они служат для такой вот почек. Просто подходите, где-то там по середине заходите, и ничего не случается. Оказывается, так можно. Очень красивый момент и сработало. Весь музей я показывать не буду, покажу только остатки бронзовой статуи богини Анаит, в честь кого меня и назвали. Анаит считалась богоматерью, богиней плодородия и любви. Бритая голова бронзовой статуи Анаит 4 века до нашей эры была найдена на территории современной Турции и поэтому хранилась в соответствующем зале Британского музея. Несколько лет потребовалось для того, чтобы доказать, что статуя была создана в Древней Армении и поэтому сейчас именно так здесь и написано. И в конце ролика розыгрызь. Бутылку красного сухого вина армянского бренда Воски Вас сможет получить тот, кто сможет угадать отель и город на фотографии. Вам в помощь в моей соцсети. Ссылки будут в описании. А у Воски Вас также есть очень красивая винодельня, поэтому если будете в Армении, обязательно посетите. Вот и закончилась поездка в Лондон. Летим обратно в Ереван, уставшие, но довольные. Все хорошо прошло. Прощаюсь с вами. Опять же, подписывайтесь, лайкайте. Лайкайте, видите, как что-то прикольно. Вот. Комментируйте, если есть вопросы, задавайте. И я еще раз напомню о том, что на мне платье от Азерблут. Ой. На мне платье от Азерблут. И есть промокод на 10%. То есть, называйте просто промокод AnkaTravel и получаете платье на 10% дешевле. Где можно купить к платье отовсюду. Заходите на сайт и заказывайте. Доставка идет по всей страны, поэтому спокойно вступаем и радуемся своей одежде, как и я. Все, пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok